11 апреля 1945 года заключенные Бухенвальда, узнав о подходе союзников, успешно осуществили вооруженное восстание. Захватили в плен около 200 охранников и взяли в руки руководство лагеря. Так началась ликвидация концентрационных лагерей, которых во время Великой Отечественной войны на территории Германии и оккупированных ею стран было более 14 тысяч. От середины 60-х годов 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В нашем городе к этому дню приурочили мероприятие, в котором приняли участие ветераны войны, малолетние узники концлагерей и учащиеся школы района. Присутствующие на мероприятии бывшие малолетние узники концентрационных лагерей в годы войны были значительно младше сегодняшних юных участников митинга. И в памяти у многих лишь рассказы мам, которые разделили с ними участь пленников. Они не просто были лишены детства, они познали истинное лицо фашизма, застенки концлагерей, унижение человеческого достоинства, смерть близких людей. Татьяна Трофимовна Назарова с мамой провела в Кантемировском лагере для военнопленных 4 месяца. Ей было тогда чуть больше трех лет. Помню вой, самолет. Это помню. До сих пор страшно. На берегу Дона как раз сражение было танковое, Кантемировское. И где-то нас в июле, наверное, погнали, загнали всех. А в декабре 42-го вернулись в руинах. Ни одного дома не оставили. Наше будущее – это наша память. Мы должны передавать историю страны из уст в уста, из поколения в поколение. Особенно трагические ее моменты. Но, к сожалению, молодежь почти не имеет представления о том, что пережили их сверстники во время войны. Там убивали людей, мучили. Что еще можно сказать? Там много слез было, крови. Это, в общем, место, где были заключены солдаты. Пожалуй, больше об этом ничего, по сути, не знают. Сегодня в нашем районе проживает около 120 бывших несовершеннолетних узника. Столько лет прошло, а сердечные раны у этих людей не заживают. Оттого дрожал голос Олимпиады Павловны Яковлевой, когда читала на стихи о детях войны. Дети войны веет холод, дети войны пахнет голодом, дети войны дыбом волосы, на детских щелках седые полосы. Николай Михайлович Родионов в концлагерях побывал трижды. Семилетним мальчишкой он вошел во взрослую жестокую жизнь. И сегодня готов рассказывать о пережитом юном, чтобы больше никогда не повторялась та война. Мы готовы к вам, я говорю от имени всех наших, прийти в классы ваши, рассказать, что мы видели. Это не дай Бог никому, но чтобы вы знали, чтобы это вы передали дальнейшему своему поколению. Система концлагерей в Германии была ликвидирована вместе с разгромом фашизма и осуждена международным военным трибуналом как преступление против человечности. Но, к сожалению, и сегодня фашизм жив. И яркий тому пример события на Украине.